seo-продвижение и контекстная реклама конечно же начинается со сбора ключевых слов для того чтобы собрать ключевые слова мы используем ряд сервисов но тратим уйму времени для того чтобы их кластеризовать почистить от дублей убрать мусор учесть правильно кластеры по смыслу и многое другое мы создали очень удобный тул который справляется с этой задачей буквально за пару минут для того чтобы ним воспользоваться просто досмотреть инструкцию до конца и если у вас возникли вопросы задавайте их в комментарии итак мы сегодня расскажем как пользуются новым обновленным кластеризатором от sealquick для создания себе семантического ядра с недавнего обновления у нас добавились новые функции об этом я все расскажу более детально для того чтобы загрузить свой список ключевых слов вы можете его вставить как сюда из буфера обмена так и загрузить виде файла система поддерживает разные методы подключения ключевых слов серпстат охрев всем рашки коллектор majestic moss яндекс вордстат планировщик ключевых слов сколько ключей вы можете загрузить лимит ограничен только вашим тарифом для добавления ключевых слов можете выбрать сразу несколько файлов система прогрузит их все вместе удалить ключи которые являются ошибочными предупредит вас какая строчка будет удалена а также почистить дубль во всех ключах следующие поля нужны для экспертной настройки например в этом примере есть понятие домашняя пицца есть домашние условия это разные слова и поэтому домашние условия неплохо учитывать одно слово чтобы система понимала что это одно и то же также есть система синонимов то есть пицца например пицца с одной буквой c мы латинским пицца точно также вы можете посмотреть какие слова вам не нужны например вы хотите игнорировать слово фото которое будет однозначно мешать вашей семантики игнорируемые слова это в основном предлоги для как что почему что как почему для то есть вы можете этот список собрать себя как вам удобно то есть в любом варианте на системе уже по умолчанию предлоги прописаны теперь есть так понятие непосредственно обязательных слов вас интересует непосредственно слово пицца все что содержит слово пицца будет учитывать здесь же стоят у нас галочки выбор частотности в че с че н че и м че зачем это нужно если же у вас семантика огромная и ваша задача выбрать кластеры по совпадению по двум словам используйте вкладочку в че если же вам нужно учитывать совпадение минимум по трем словам в одном кластере используйте кладочку с че и соответственно для четырех н че и для пяти м че в каких случаях используются последние три вкладочки они используются для контекстной рекламы где вам нужно сделать максимально узкие кластеры для ваших ключевых слов для сил первую очередь вы будете скорее всего использовать вот этот рубрикатор затем есть так называемая кнопочка учитывать геозависимость если же вы используете в запросах разные города допустим пицца одесса пицца киев пицца москва пицца санкт-петербург система по умолчанию разделить эти города как разные города и не будет их пихать все в одну группу этой болезни болеет частности планировщик ключевых слов если же вас интересует чтобы в группе присутствовали кластеры которые не имеют так называемый нулевой трафик скройте допустим те группы где трафик допустим ниже определенного значения зачем это нужно в контекстной рекламе нет смысла создавать кластеры если у них трафик ниже определенного значения пример ниже 50 ниже 40 а все нет смысла рассматривать кластер для продвижения если его трафик вообще даже не выше 100 пользователей допустим в месяц в итоге вы можете нажать кнопочку поиск система произведет кластеризацию и скажет вам результат в итоге вы увидите разбитую систему уже по кластерам где расписаны кластеры сразу по группам и вы увидите какие разные варианты кластеров система уже собрал его по факту вам нужно всего лишь уже взять готовые кластеры дать копирайтеру для работы чтобы он создал вам контент больше вам особо даже ничего и не нужно кластеры вы увидите что разбиты по частоте и будет внизу группа не сгруппирована не сгруппированы это собственно те запросы которые никуда не подошли и никуда не годятся и конечно можно использовать для каких-то других целей в принципе если вы соберете сразу здесь огромное семантическое ядро то есть вы лимитированы исключительно вашим тарифным планом если вы соберете сюда огромное семантическое ядро то оно конечно более тщательно сможет выбирать нужные ключевики то есть просто оперируя запросом обязательные слова синонимами правильно группируйте считать как одно слово то есть вы можете через запятую прописывать все вариации двухсловных слов чтобы она их не разрывала и конечно же синонимы синонимы однозначно для каждого бизнеса свои вы можете спокойно себе собирать семантику и хранить ее на своем аккаунте для того чтобы посмотреть какую семантику вы делали вам нужно просто всего лишь войти в личный кабинет и в личном кабинете вы сможете зайти в собственный календарь где вы увидите где вы делали какую кластеризацию можете посмотреть сразу результат скачать результат проекта результат кластеризации либо отправить его себе на почту либо открыть проект сразу по ссылке то если вы откроете вы сразу попадете на ссылочку вашего проекта и если вы нажмете поиск с вас не снимутся никакие тарифы вы сразу его откроете соответственно вы можете скачать просто результат кластеризации открыл результате в экселе результат в экселе можно проверить посмотреть как он выглядит по умолчанию нажмите разрешить редактирование и система вам покажет сразу все ключевые слова которые вы даже сгруппировали так как я качал ключевые слова из ахревс он мне показывает сразу сохранять все метрики ахревс которые я взял то есть фактически я могу все ключи изучить посмотреть какие из них годятся какие не годятся дубли уже удалены вот по факту у нас есть группа у нас есть ключ если же мы сделаем промежуточные итоги например нашей таблицы мы увидим сразу разбитую по кластерам группу и сумму каждого кластера что очень удобно и семантику фактически уже можно давать в том виде как она есть непосредственно копирайтеру для создания страниц вы можете сказать что вот этой странице 8 вас нет это копирайтеру этой странице у вас нет этой странице нет к примеру да но допустим ингредиенты для пиццы там вы можете вам сказать то есть это допустим отдельная страница будет как на вашем сайте в коммерческом разделе на этом собственно все если же вас заинтересуют какие-то дополнительные функции кластеризаторе обязательно спрашивайте мы всегда его расширяем следим за этим для того чтобы написать какие какие функции вы хотите либо какие у вас возникают ошибки просто пишите темы текст сообщения прикрепите скриншот либо excel файлик где у вас возникли ошибки либо рекомендации и нажмите отправить вам ответит наша техподдержка и сообщит сколько что нужно для этого сделать тарифы на кластеризатор можно посмотреть здесь целом он очень недорогой вы можете посмотреть что в пробной версии есть определенные лимиты то есть для того чтобы получить пробный тариф нужно всего лишь зарегистрироваться и пользоваться ним полноценно владельцам сайтов достаточно хватит этого тарифа ну конечно же если вы seo studio рекомендую присмотреться к большому тарифу потому что вам придется хранить огромное количество уже собранных ключей со всеми метриками которые вы скачали чтобы по 500 раз их не выкачивать на этом все задавайте вопросы и до новых встреч